Аншлаг на трибунах, именитые гости, диджей и живой оркестр. Так зажигательно на стадионе «Родина» в Химках открыли финальный день турнира на Кубок Игоря Акинфеева. Я думаю, что в этом году мы переплюнули сами себя, потому что мы хотели такой масштабный турнир. И естественно, что цель одна, потому что я всегда буду всем говорить, что в моем детстве таких турниров не было. Поэтому я очень счастлив, что мы это сделали. На поле две легенды тренерского цеха «Спартака и ЦСКА» Олег Романцев и Валерий Газаев, которые вместе с Игорем Акинфеевым дали старт матчу звезд российского футбола. Для детей это, конечно, пример, куда надо стремиться и для того, чтобы достичь больших целей жить в футболе. Поэтому мне кажется, что вот такие праздники, которые сегодня проводят уже Игорь Акинфеев, дай Бог ему здоровья, в шестой раз проводит такое мероприятие, детско-юношеский турнир международный, их надо побольше проводить. Вот тогда, наверное, мы и с улицы заберем детей, которые будут заниматься спортом. А что такое спорт? Спорт – это здоровье нации. Алан Загоев, Ролан Гусев, Алексей Березуцкий, Владимир Габулов с одной стороны, Егор Цитов, Роман Павлюченко, Александр Самедов и Александр Филимонов с другой. В основное время красно-белые забили два безответных мяча. Оказались сильнее и в серии после матчевых пенальти 7-6. Реванш за свою команду взял фанатский сектор, который уверенно перекричал оппонентов. На разогретое ветеранами поле вышли финалисты турнира – столичные, железнодорожники и подмосковный «Мастер Сатурн». Несмотря на напряженную борьбу, в основное время выявить победителя не удалось. Исход решила послематчевая серия пенальти. Победу со счетом 5-4 одержали московские футболисты. Таким образом, бронзовые медали соревнований взяли футболисты с Невы. Серебро у подмосковного «Мастер Сатурна». На вершине пьедестала – столичный локомотив, который забирают заветный трофей второй раз подряд. В этом сезоне в турнире на Кубок легендарного вратаря приняли участие 20 команд сильнейших футбольных академий России и стран СНГ. В том числе коллективы из новых регионов. В следующем году организаторы обещают еще более широкую географию и более высокий градус соревнований. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.